В нынешней тревожно-трагической общественной ситуации русские люди ищут способы физического самосохранения и возрождения своей духовно-культурной самобытности. Нам нужны новые идеи, идеалы, герои, обычаи и праздники, новая модель справедливого жизнеустройства общества, никоим образом не похожая на сегодняшний толпоэлитаризм, навязанный нам с Западом. Мы отчетливо видим, что хваленная демократия западного образца – это вовсе не народное правление, а технология обмана простолюдинов. Во время выборов властных структур мы наблюдали хорошо срежиссированный спектакль, театр, блистательную показуху, аморальную и антинравственную по своей сути. Нынешние демократические выборы – это всего лишь купля-продажа, пустые посолы, корыстная и бессовестная игра в заботу о народе. Уже много веков мы живем не по своим исконным законам, а по римским и византийским, рожденным в недрах рабовладения с его антигуманизмом и презрением к человеку-труженику. Зададимся вопросом, существует ли альтернатива знаменитому римскому праву, широко используемому на протяжении многих веков европейскими государствами. Существует это народное славянское копное и вечевое право, прямое народовластие или народное самоуправление, тысячелетие бытовавшее в славянских землях и сохранявшееся на Руси до XVII века. Тысячи документов и книг, содержащих сведения о нем, были уничтожены. Рабская идеология была навязана нашим предкам так же, как навязывается она нам сегодня. Однако все же сохранившиеся и чудом дошедшие до нас письменные источники дают нам возможность реконструировать правовую жизнь наших предков, восстановить картину корневого славянского мироустройства. Копное право – это совокупность народных юридических норм и обычаев, вобравшая в себя принципы общинности, взаимопомощи и взаимовыручки соотечественников. Копа – это народное собрание лучших представителей родов и семей, сходотаев, домохозяев, решавших жизненно важные для славянской общины вопросы. Даже не языковеды и не лингвисты видят, сколь близки по смыслу однокоренные слова «копа», «скопище», «копить», «копна», «совокупность». Другое название копы – «громада», и означает оно «общество» или «государство». Участвовали в этих собраниях оседлые домохозяева сходотаи, имевшие собственность, наделы земли, семью и хозяйство. Их называли также судьями копными. Присутствовали на копе и старцы. Они не имели права голоса, но их мнение уважалось и к их советам прислушивались. Женщины на народное собрание, как правило, являлись лишь по специальному приглашению для дачи свидетельских показаний. Собирались сходотаи в центре одного из сел, входивших в общину или в Дубраве. Священные рощи под открытым небом. В таких местах всегда были естественный или насыпной холм и река или озеро. Назывались места народных собраний копищами или коповищами. Народ на собрание созывался возжиганием костра или звоном колокола. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok